всем привет в прошлый раз я вам показывал как я произвожу подкормку огурцов после посадки примерно через неделю я подкармливал рыбьей чешуей но в общем тем что осталось после чистки рыбы и сейчас еще за неделю до следующей подкормки следующую подкормку я буду проводить через неделю через полторы также рыбьей чешуей потому как огурцы уже начинают цвести нижние соцветия и буду удалять потом посмотрим при поливе сейчас сейчас у нас начало июня сейчас у нас начало июля 8 число огурцы я вы их увидите они примерно пока вот такие ну уже начинают цвести я для интенсивного роста удобряю хлебом настоем из хлеба но для быстрого так сказать приготовления всего этого состава я добавляю сахар для быстрого брожения вот с пол этой баночки примерно на глазок пол баночки получилось байкал м1 так как мы разбавлять будем на 40 литров это значит где-то мне нужно будет четверть четверть бутылочки потому как целая бутылочка идет на 200 литров ну то есть четверть пятая часть примерно так размешиваем байкал я показывал как я для полива винограда и рассады делал раствор в большой бочке сегодня большой бочке делать не буду потому как мне это не нужная для винограда сделать другую подкормку из куриного помета это уже будет отдельное видео для плодоносящих кустов винограда молодежь я полью байкалом один сейчас я делаю для огурцов и хлеб хлеб то что остается у нас вот он еще даже мягкий лучше конечно черный хлеб но у нас вот булочки я не думаю что это принципиально брожение пойдет от любого мучного изделия можно замочить это все на ночь я сейчас у нас 10 часов утра я это все замачиваю до вечера и для быстрого приготовления я добавил байкал м1 и сахара сейчас у нас жара 36 градусов кто-то спрашивал какие у нас температуры вот неделю неделю уже печет просто солнце 33 37 градусов следующую неделю обещают дождики и оставляю все это хозяйство прикрытом виде в открытом я не оставляю потому что птички склюю у меня было уже такое на ночь оставлял прихожу утром крошки плавают и все сверху прям как плавала все это склевали прикрываю вот так и убираю в тенечек вечером я беру литровую баночку наливаю на лейку лейка примерно литров где-то 9 10 и поливаю огурцы и также можно поливать помидоры перцы баклажаны в меньших количествах так как бы в качестве подкормки и в вечернее время этим раствором я его перемешиваю можно его подольше подержать ну подольше это уже до завтра до вечера она уже может перебродить леечка у меня почти 10 литров а это обрезанная почти литр я всегда делаю на глазок придерживаюсь так примерных мерок и так же ей буду еще поливать томаты снимаем распылитель и поехали в предыдущем видео при подкормке я рассказывал вот в этой канавке я буду укладывать вот так траву выполотую прям здесь же за за ней за огурцами видите за шпалеры у меня растет в ряд уже уже растет хорошо прямо овес через недельку я начну его косить и мульчировать эти огурчики все вовремя все четко у меня подходит вот так поливаю каждый кустик сейчас дополним речку я показываю сейчас что еще дело нижние цветочки я удаляю тем самым я даю лучше развиваться самому основному стеблю далее я многие формируют как-то там стеблями я этого не делаю как растет так и растет у меня бабушка так она вообще без всяких шпалер выращивала по грядке и сюда собирала хороший урожай огурцов а мне в принципе отсюда тоннами возить не надо я уже говорил не один раз дача на острове выращиваем так сказать на салатики покушать да и на засолку в общем то хватит я потом при случае сниму видео и покажу сколько получается огурцов здесь и вот в этих бочках смотрите также видео как я делал эти бочки как я шпалеры делал до сложного ничего нету тут проволочка по всей окружности идет к ней фиксируется делаются колечки колечком прицепляются сами шпалеры и белый баннер у меня для отражания солнечных лучей с южной стороны чтоб не перегревалась бочка эти огурчики я полью тоже ну естественно сделаю это уже без видео все остальное я полью без видео на этом с вами прощаюсь с вами был александр спасибо всем за внимание всем пока и я вот все таки две шпалера вот эти покупные сделал по 3 метра а тут я натянул шпагат потому что тут всего пару метров ну из-за этого даже самое минимальное будет большая вот здесь еще доделаю немножко не хватило благодарю за внимание всем пока